Всем здрасте! Сегодня хочу с вами поговорить по поводу базового гардероба. Базовый гардероб для меня тема всегда очень интересная, всегда очень актуальная. Я всегда очень люблю такого типа или видео, или разные статьи в разных журналах, или в передачах. И поэтому сегодня я хочу с вами поговорить по поводу базового гардероба на ближайшую осень. Вообще мой базовый гардероб... Вообще базовый гардероб это такая тема, что очень часто, когда я смотрю разные видео разных блогеров, то они показывают 10 каких-то вещей базового гардероба, но мне кажется, что базовый гардероб, 10 вещей это недостаточно, базовый гардероб это тема, которая намного больше, вещей в базовом гардеробе должно быть намного больше, и нельзя каких-то 10 атрибутов гардероба взять и сказать, окей, этот базовый гардероб мы будем теперь круглый год этими вещами пользоваться. Да, есть такие вещи, но не все, поэтому мне кажется, что базовый гардероб делится на холодное время года, на теплое время года, на праздничные какие-то мероприятия, на каждодневные базовые абсолютные вещи, в общем, на очень много чего делится базовый гардероб, а также базовый гардероб делится на какие-то, как на аксессуары, на какие-то домашние вещи, как пижама, халат, ночнушка, поэтому у меня одно но и один маленький совет перед тем, как я продолжу, хочу вам посоветовать книгу, которую я читала, которую я очень люблю, и мне кажется, что если вы хотите создать свой идеальный базовый гардероб, то эта книга вам в помощь, книга называется 100, это книга, которую написала креативный директор магазина Мэри Клеер Нина Гарсия, здесь есть 100 атрибютов гардероба, которые должны быть у каждой стильной женщины, здесь есть абсолютно все, все, что вы можете себе только представить, тут она говорит обо всем, о фасонах, о цветах, о вещах, вещи здесь не повторяются, и вы можете сказать себе, 100 вещей, это так много или так вообще не нужно, но на самом деле здесь абсолютно почти все нужно, единственное, что одно но, что мне не нравится в этой книге, это то, что нету картинок, которые нам дают пример, а есть вот такие, знаете, иллюстрации, которые абсолютно бестолковые, ну, хотя можно понять, о чем есть речь, и то, что мне здесь еще не нравится, что все примеры, что она приводит, они более таких очень дорогих марок, очень дорогих дизайнеров, как Шанель и тому подобные, немножко не приземленных, что ли сказать, но в любом случае я, например, для себя это все выписывала, например, она там говорит, не знаю, там, макосины, сапоги, я для себя выписывала и выписала те, не знаю, фирмы, которые я люблю, которые мне подходят, и для себя таким образом строила базовый гардероб. Давайте отойдем от теории, перейдем к практике. Сегодня я вам расскажу вещи, которые я выбрала для ближайшего, для ближайшего сезона, хотя у нас на самом деле еще очень-очень тепло. Эти вещи, они часть моего базового гардероба на холодное время года. Я его разделила на осенний и зимний, хотя на самом деле у меня нету этой дележки, потому что в Израиле так таковой осени нету, и все, что я вам сегодня покажу, я также могу носить зимой, кроме, может быть, нескольких вещей, которые подходят конкретно на нашу осень, которая сейчас. Наверное, самые первые две вещи, о которых мы сегодня поговорим, это будет верхняя одежда, и мне кажется, что осенью верхняя одежда, которая самая актуальная, все сезонные, и вообще-то классика жанра, это тренчкоут и кожаная куртка. Тренчкоут, вы можете, он более представительный, вы можете его носить на более представительные места, с платьями, с юбками, в общем, тренчкоут это вообще классика жанра, я себе буквально недавно купила этот тренчкоут, и я давным-давно искала себе такой, который будет подходить мне по всем моим параметрам, и, наконец, нашла его буквально-буквально спонтанно, выходя из магазина, я вдруг увидела, что есть тренчкоут, одела, померила, и мне безумно-безумно он понравился, как он сидит на мне, как он выглядит, единственное, что цвет немножко тепловат для меня, хотя это абсолютно стандартный цвет для тренчкоута, и если бы он был немного другим цветом, может быть, было бы намного лучше, но в любом случае я научусь, как с ним работать. И также кожаная куртка. Кожаная куртка, вы тоже можете сказать, это скучно, это банально, это неинтересно, но вместе с тем это классика жанра кожаная куртка, если у всех она всегда актуальна, если вы правильно сделаете правильный стайлинг вашего образа, то кожаная куртка будет всегда смотреться стильно, поэтому я за такие банальные вещи, как кожаная куртка, и она у каждого должна быть в гардеробе. Теперь давайте поговорим о трех верхах, которые я выбрала себе на ближайший сезон. Это, конечно же, тельняшка. Я обожаю тельняшки, я считаю, что тельняшка это как раз из тех 10 базовых вещей, которые должны быть у каждого в гардеробе, каждый сезон, потому что тельняшка это вообще тоже классика жанра, я вообще люблю классику жанра. В любом случае, я выбрала на этот сезон более такую светлую тельняшку, а у меня тоже есть еще много разных других, но как-то более светлая, потому что вообще под тот гардероб, который я выбрала себе на этот сезон, на ту базу, которую я построила себе на этот сезон, Мне больше пригодится светлая тельняшечка, вы любите смотреть разные модные журналы или вы любите разные модные блоги, вы знаете, что 70-е в этом сезоне обратный ход дают и возвращаются в полный ход, как говорится, и поэтому вот такие вот рубашки будут очень актуальны в этом сезоне, я ее как раз таки купила, это с осеннего сезона в H&M, я вам уже ее показывала в своих всех рубашках, в видео о своих рубашках. Она удлиненная, она идет как туника, ее можно носить отдельно, может быть, с какими-то плотными колготками или с плотными тайцами, я никогда не помню, как это слово на русском, в общем, ритузами, ее можно носить с батальонами, которые тоже будут входить в базовые гардеробы этого сезона, ее можно носить еще и с юбкой, ее можно носить с укороченными штанами, ее можно носить много с чем, это просто незаменимая рубашка. Я как бы отошла от белой, белая такая же рубашка незаменима для меня на лето, эта рубашка будет незаменима на ближайший сезон, и вообще эти рубашки раскраски тартан в клеточку, они просто незаменимы, это тоже классика жанра, и обязательно вам советую, чтобы у каждого из вас была такая рубашка такого или иного оттенка, который больше вам подходит в вашем гардеробе. Также в моем базовом гардеробе на осень будет обязательно какой-то джемпирог, какой-нибудь свитерок, конечно, в идеале, наверное, был какой-нибудь кашемировый, такой легкий, мягкий, удобный, подходящий подо все, светлый, может быть, какой-то тауповый или серый, такой, может быть, немного пушистенький свитерок, но такого у меня нету, потому что нету, и я ищу кашемировый хороший свитерок для себя очень давно, это из тех вещей, которые я очень хочу за гардероб, но никак не могу найти что-то толковое, которое мне нравится, или чтобы оно было из настоящего материала. Теперь давайте поговорим о низе, которую я предлагаю вам на этот сезон, и которую я лично буду носить. Конечно же, немножко укороченные штаны, брюки, я выбираю стандартные черные, я их недавно купила, еще их не носила, и очень хочу подосить, поэтому вообще я считаю, что это классика жанра, и она должна быть в гардеробе на целый круглый год, и должны быть какие-нибудь другие чинос, которые более разноцветные, может быть, на какие-то сезоны, но поскольку для меня, опять же, эта классика жанра была приобретена абсолютно недавно, и до этого у меня не было нормальных укороченных черных брюк, Я обязательно буду их носить в этом сезоне, и как я вам говорила ранее, что 70-е, мода 70-х немного этой осенью к нам возвращается, и если вы обратили внимание, во всех магазинах есть юбки на джинсовые, плотные такие юбки, которые идут на пуговицах. Я долго себе искала такую юбку, я ее заказывала 3 разных фасона, 3 разных материала, 3 раза, в общем, заказывала эти юбки, пока не заказала вот эту, я выбрала такую потертую, темно-серого-черного цвета, юбка, которая сделана из 100% хлопка, Если вы выбираете себе такую юбку на кнопках, то есть на пуговицах, обязательно выбирайте из 100% материала, для того, чтобы она у вас не тянулась, и чтобы промежутки между кнопками не растягивались, чтобы это не выглядело как-то странно. Я выбрала такую юбку, которая немножко идет буквой А, она абсолютно плотного материала, она в самый раз будет подходить на осень, тоже какими-то с колготками, я буду ее носить и без колготок, с обувью, которую я вам сейчас покажу тоже, с обувью с собой, но я вам про нее уже тоже рассказывала, это моя самая любимая обувь на осень. В любом случае, для меня эта юбка какая-то новая базовая вещь, я в полном восторге, я для себя не выбрала синюю, такую стандартную, мне захотелось чего-то такого более ретро, чего-то такого более 70-го, 70-х годов, поэтому я для себя выбрала именно этот оттенок. Но уже не раз до этого видео я вам упомянула о плотных колготках, поэтому в этом сезоне я обязательно буду носить плотные колготки, я вообще плотные колготки люблю носить, я предпочитаю менее всякие ретузы, тайцы, лосины и тому подобное, я предпочитаю плотные колготки, я выбираю плотные колготки, как нам советует Ивелина Хромченко, обыкновенные, стандартные, плотные, плотные, плотные черные колготки. Если вы любите немного поэкспериментировать, или, может быть, вы выше, худее, и вы не боитесь экспериментов, выбирайте, может быть, с какими-то интересными узорами, только чтобы узоры были не какие-то, ну, и, значит, сердецкие, или какие-то смешные, чтобы они не выглядели на вас непонятно, выбирайте, может быть, узоры более классических вариантов, как разные ромбики, квадратики, полосочки вверх, чтобы это вас тоже выдлиняло. Я лично на себе и на колготках не люблю вот это все волшебство, поэтому я выбираю абсолютно черные, стандартные, пусть кому-то это кажется очень банально, но мне это выглядит намного интереснее, нежели что-то с узорами. И теперь давайте поговорим об обуви, которую я обязательно буду носить этой осенью, как я вам сказала, до этого буквально с юбкой я буду обязательно носить, вы их называете с собой, если я не ошибаюсь, такие калоши на деревянной подошве, я их называю клогами, клокс. Я обожаю их на осень, я их обожаю на весну, я постоянно в них хожу, и мне погода позволяет это ходить, поскольку я живу в теплом месте. Если вы живете в холодных странах, вряд ли вы сможете ходить в эти обуви, поскольку все-таки она задненько не открытая, если вы будете ходить с колготками, это будет тоже выглядеть нелепо, хотя, если вы живете в такой стране, где на вас криво не могут смотреть, то вполне с какими-то гольфами, а или с какими-то такими носками крупными, вполне они подойдут, так что да, но я в любом случае очень-очень люблю их носить нашей осенью. Следующее, что я выбрала из обуви на осень, это, конечно же, батальон, я выбрала стандартные черные на таком вот каблуке, каблук примерно где-то 7-8 сантиметров, не, наверное, 7, не 8. Я выбрала черные, потому что, поскольку всю одежду, что я выбрала в этом сезоне, мне кажется, что черный оттенок больше подходит, нежели оттенок камель, хотя камель я тоже очень люблю, у меня обязательно они тоже есть. Нет предела нашей фантазии, я вам показываю такую абсолютную базу, поэтому для меня абсолютная база будут в этом сезоне черные, они мои единственные черные, у меня больше черного нет, я не особо любитель черной обуви. Ну и куда на осень без кед, вы также можете сказать с Габи, у нас в кедах осень никто не ходит, дожди, холодно, да, и вы можете быть правы, у нас в кедах осенью все ходят, поэтому я обязательно буду ходить в кедах этой осенью, мне без кед никуда, они будут подходить под все. Я вообще кеда обожаю, я хочу купить себе такие серые, мышачьи серые, я не могу найти, если вы знаете где купить, посоветую, потому что нигде нет мышачих серых, если какие хочешь, мышачьих серых нету. Я хочу именно высоких, высоких нет. Аксессар, который я вам предлагаю на осень, это два, это будет палантин, то есть такой шарфик я предлагаю вам такого яркого фиолетового цвета бургунди, такого винного фиолетового цвета и также сумку, сумку я вам предлагаю, которая абсолютно, кстати, идет противоположная по отношению к шарфику, Вот такая вот сумка, она не желтая, она такого горчичного цвета, я вам говорила, что такой горчичный цвет тоже будет в этом сезоне актуален, поскольку он тоже каким-то образом мы возвращаемся в те же 70-е, и вообще, если честно, я считаю, что горчичные сумки, они очень стильные, очень модные, подходят абсолютно под все, поскольку они очень самодостаточные, очень такие лаконичные сами по себе, поэтому вот эта вот моя сумка была, кстати, в прошлой осени, по-моему, любимой, и этой осенью я к ней возвращаюсь. И о косметике совсем быстро, несколько вещей, которые обязательно, обязательны для меня будут этой осенью, и уже обязательно, конечно же, бронзер, бронзер, но я пользуюсь бронзером, как и румяна, как и бронзер, вот как у меня сейчас нанесено, так я и пользуюсь, я не добавляю никакие румяна, у меня вот такой вот бронзер, он новый, новый бронзер, он не от Chanel, я сама здесь прохимичила, я выбрала отсюда румяна от Chanel, у меня здесь были румяна от Chanel, и сюда залила половину бронзера хулы, который у меня оставался, и половину бронзера Chocolate Saleil от Too Faced, смешала их вместе и залила его сюда, румяна от Chanel, которые здесь были, которые абсолютно, на мой взгляд, неудачные, и были куплены абсолютно под влиянием YouTube, которые называли 68 Rose Cream, я их перелила в маленькую другую палетку и переложила, кстати, они стали работать лучше после того, как я их раскрошила и залила заново спиртом, в общем, теперь у меня в такой классной упаковке мой, собственно, наручный бронзер, я вам весь этот процесс рассказала, кстати, в инстаграме, зайдите, посмотрите, как я это все сделала, а с помадой я вам советую какой-нибудь яркий цвет, я предлагаю помаду MAC в названии SIN, но вы можете выбирать все что угодно, я предлагаю, опять же, такой цвет, знаете, яркий бургундит, то есть такой винный цвет, я вообще люблю винный цвет на осень, моя рубашка тоже относительно винная, помада тоже такого винного цвета, я предлагаю вам помаду MAC не потому что, а, MAC, а потому что у MAC очень красивая и большая палитра цветов, вы можете пойти в магазин MAC, который почти у каждого есть в городе, в стране, посмотреть на эту помаду, сделать сводчик, поискать, может быть, в марке, которая вам больше подходит, больше нравится, более актуальна для вас, в общем, такой цвет, мне кажется, на осень, природа меняет свою листву, деревья опадают, вся вот эта вот красота, все вот этих красивых, желто-коричневых, ярких оттенков, такая помада будет в самый раз. Ну и, конечно же, обязательно какой-то вкусный аромат должен быть для вас этой осенью, я буду пользоваться вот этим ароматом от Jo Malone, у меня Wood Sage and Sea Salt, он мне очень напоминает осень. Мы как-то с вами по этому поводу говорили, я вам сказала, что он для меня абсолютно запах древесины, с какой-то свежестью, кто-то из вас мне сказал, что абсолютно никакого запаха древесины в этих духах нету, мне кажется, что есть, для меня это абсолютно, абсолютно осень, я ему уже обшивку и сообщу, просто волшебный запах, очень мне нравится, хочу теперь такую большую, хотя у меня здесь еще много есть, но в любом случае. Обалденный запах, также мне на осень нравится 212 от Carolina Herrera, тоже классика жанра, который у меня уже 12 лет есть, постоянно им пользуюсь, но вот поскольку этот новенький, это очень не буду пользоваться этим. Ну что, это все, что я вам хотела сегодня показать, рассказать, такой мини базовый гардероб на ближайшую осень, надеюсь, вам было интересно, если вы хотите что-то добавить или что-то рассказать от себя, или может быть поправить меня в чем-то, обязательно пишите свои комментарии внизу, а мы с вами увидимся очень скоро, пока!